Добрый вечер! В эфире программа ТОП Латгалия. Я Лариса Кириллова. И как всегда в это время говорим о событиях прошедшего дня. В ближайшие годы бюджет Министерства внутренних дел Латвии уменьшится на 48 млн евро. Министр возмущен. В отличие от Риги, тариф на тепловую энергию в Дауглополсе останется неизменным. Об этих и других новостях поговорим чуть позже, а сейчас я хочу представить своего гостя. Это руководитель предприятия Дауглополс Сиртунтыкли Виктор Лугянчик. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну и по традиции начинаем программу с обзора городских новостей. Многострадальный проект строительства новой котельной на щепе мощностью 36 мегаватт на территории ТЭЦ-3 вышел на финишную прямую. 8 августа в городской думе был подписан договор между предприятием самоуправления Дауглополс Сиртунтыкли и объединением компании Филтер Аксес, которая является генеральным подрядчиком многомиллионного тендера. Начало строительных работ должно начаться в ближайшее время. Общая стоимость проекта составляет 13,5 млн евро. 5,3 млн составит европейское финансирование. Срок сдачи в эксплуатацию объекта – конец 2020 года. Новая котельная позволит Дауглополс Сиртунтыкли существенно снизить зависимость от частных компаний. Дауглополская городская дума объявила конкурс на руководящие должности. В частности, самоуправление ищет членов правления муниципальных предприятий – Дауглополсатексмы и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. К члену управления Дауглополсатексмы работодатель предъявляет следующие требования – степень бакалавра или магистра в экономике или руководстве предпринимательской деятельностью, опыт руководящей работы, знания языков, опыт в реализации европроектов, а также и запятнанная репутация. Размер заработной платы члена правления Дауглополсатексмы составляет 2150 евро до уплаты налогов. Требования к претендентам на должность руководителя ПЖКХ идентичны, а размер заработной платы руководителя предприятия составит 2100 евро до уплаты налогов. Заявки от претендентов принимаются до 26 августа. А вот до 12 августа ждут заявок от желающих возглавить комбинат бытового обслуживания с сокладом в 1550 евро. Более подробную информацию о вакансиях и требованиях кандидатам на руководящие должности можно найти на сайте городской думы. Предприятие Дауглополсатексмы сообщает о том, что в связи с проведением работ по реконструкции трамвайных путей на перекрестке улиц 18 Новомбра и Бенспилс 10 августа не будет курсировать трамвай по маршруту номер 2. На отрезке маршрута от улицы до 18 Новомбра до Хлебокомбината в этот день будет курсировать автобус по расписанию трамвая. Здание бывшего госпиталя, которое расположено в Дауглополской крепости, в ближайшие годы может быть реставрировано. В настоящее время один из инвесторов Китая высказал пожелание приобрести данный объект и создать на его базе частную художественную галерею китайского искусства. Пресс-служба самоуправления Дауглополса информирует о том, что потенциальный инвестор является владельцем художественной галереи в Пекине. Комиссия по вопросам градостроительства и среды эту идею уже поддержала. И в ближайшее время представителю из Китая будет передана информация о требованиях, выдвигаемых к реставрации здания госпиталя. 12 августа в Международный день молодежи в парке Дубровина состоится игра «Битва лучников», участие в которой могут принять все желающие. В игре участвуют две команды из четырех человек. Каждый участник вооружается луками и стрелами с мягкими наконечниками. Игровая площадка оборудована бункерами для укрытия и целями на территории каждой команды. Основная задача каждого игрока – получить как можно больше очков за один раунд длительностью 10 минут. Срок подачи заявки команд включительно до 9 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону 270 28 209. Переходим к обсуждению заявленных тем. Министр внутренних дел Сандес Гиргенс возмущен сокращением бюджета для сферы внутренних дел, который, как я уже отметила, в ближайшие годы должен уменьшиться на 48 миллионов евро. По мнению Гиргенса, бюджет МВД должен быть таким же, как бюджет обороны, то есть 600 миллионов евро. Следует отметить, что в Эстонии бюджет правоохранительных служб составляет 500 миллионов, в Литве почти 800. Виктор, вот на ваш взгляд, к чему придет такая экономия? Экономить в сфере охраны правопорядка получается увеличивать опасность жизни обычных жителей в государстве. И если есть примеры наших соседей, где в расчете на одного жителя, наверное, какая-то сумма больше финансирования, как вы отметили, то непонятно, почему наше государство желает эту сумму уменьшать. Вот вся информация на порталах и новостных порталах, и газетах, и стрит обилие в случае нарушения правопорядка, причем с очень такими криминальными последствиями, с угрозой для жизни, с убийствами. И отчасти потому, я считаю тоже, что люди, ответственные за правопорядок в обществе, они недостаточно, так сказать, организованы, недостаточно, может быть, обучены, просто, может быть, их физически не хватает. И потому эта сфера жизни людей более, так сказать, важна по сравнению, может быть, с какими-то другими, где государство тратит огромные средства, но, так скажем, эффект от этого не такой важен для обычного жителя. Ну, как известно, на сегодняшний день правоохранительные органы испытывают большой дефицит сотрудниками, да, причем МВД — это не только полиция, это и пожарно-спасательная служба. На ваш взгляд, вообще, можно ли так мотивировать человека пойти работать в органе? Нет, конечно, нет. Нужно, должно быть пересмотрено финансирование этой отрасли однозначно, так же, как и здравоохранение, то, что очень важно для жителей, как я уже сказал, в обычной жизни, должно, мы хотим жить в безопасном государстве, смело ходить по улицам, смело общаться, а не, ну, как сказать, быть подтвержденным повышенному риску каких-то происшествий, на которых не будет достаточного быстрого реагирования или даже превентивного их устранения. Ну, вот по вашему мнению, от кого, вернее так, от МВД заберут, кому добавят? С чего вдруг вот такое сокращение? Мы же понимаем, что просто идет перераспределение бюджета, да, денег больше не становится, поступление в бюджет, и вот как-то пытаются выкрутить? Возможно, более сильные позиции у Министерства обороны, то, что я слышал, так скажем, везде необходимы средства и на здравоохранение, и на образование, и на науку, и как правительство справится с этим перераспределением. Может быть, необходимо думать, наверняка и думают, как увеличить поступление денег в государственный бюджет. Тогда, может быть, и будут те средства, которые можно добавить, но необходимые программы. Но в любом случае экономить на Министерстве внутренних дел все-таки как-то глупо. Хочется верить, что решение будет принято иное. Переходим к другой теме. Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе немецкая компания Flixbus изучает возможности выхода на прибалтийский рынок. Так, в Министерстве экономики и коммуникации Эстонии сообщили, что недавно от посольского отделения Flixbus поступил запрос, в котором предприятие интересовалось, как в Эстонии проходит процесс оформления разрешений на международные автобусные перевозки. Чтобы было бы понятно, немцы хотят организовать рейс из Сталина в Вильнюс, так что Латвия точно не минует. И какую-то часть пассажиров, если рейс будет запущен, они от наших пассажироперевозчиков заберут. Виктор, на ваш взгляд, вообще, насколько опасными являются конкуренты вот эти иностранные компании, уже, ну скажем так, для местных, для местного рынка, для тех, кто работает в Латвии. Я считаю, что не очень опасно, ведь они занимаются международными, междугородными перевозками, между городами Европы, между странами Европы. А для обычного жителя, я считаю, любая конкуренция – это увеличение качества услуги, возможно, какая-то там ценовая политика, может быть, другая. И чем больше таких операторов есть на рынке, конкретные услуги, тем ведь лучше для конечного потребителя. Мы знаем, что и эстонская компания «Лукс Экспресс» уже довольно агрессивна. У нее планы по поводу латвийского государства, ну, передвижения рынка, да, передвижения по латвийским, литовским и эстонским дорогам. Они начали, по-моему, сколько я видел, курсировать автобусы «Рига Таллинн», да. По-моему, они даже первые, у которых был в автобусе Wi-Fi. Это ведь все удобно для пассажиров. Но если немцы, немецкие компании или польские компании готовы предложить определенный уровень комфорта, и там, если у них будут пассажиры, ну, от этого никуда не бьется. Ну, смотрите, местные компании платят налоги в местные бюджеты, ну, в латвийскую казну, да. Иностранные компании платят налоги туда, где они, по большому счету, зарегистрированы. Может быть, все-таки у местных должны быть преимущества хотя бы с этой точки зрения, потому что они являются налогоплательщиками этой страны. Ну, видите ли, если перевозки внутри государства, я думаю, что этот рынок защищен. Я не специалист в области сообщений, логистики, там занимаются соответствующие министерства. А что касается перевозок между государствами, то поскольку в Евросоюзе рынок либерализирован во многих областях, то и эта область, видимо, тоже достигла того уровня, когда уже крупные компании готовы инвестировать и захватывать... Ну, захватывать, как бы, стараться получать, расширять свой, как бы, рынок и занимать, увеличивать долю своей, свою долю в отдельном весе всех международных перевозок. Но, тем не менее, смотрите, вот Дагутовский автобусный парк, он также занимается международными перевозками, но, в частности, пассажиры могут с помощью этой компании поехать, ну, в Литву-Вильнюс, например, да. И здесь появляется вот такой конкурент с суперхорошими автобусами, насколько я понимаю, возможно, будет ценовая политика иная, да. Так вот, я опять-таки повторяюсь, может быть, нашим местным какие-то преимущества давать? Ну, кто это может дать, если только министерство сообщения? Это ведь, наверное, я говорю, не знаю порядок получения лицензии на такие перевозки. Конечно, понятно, если местное предприятие, Дагутовское, работает на экспорт, кроме того, что работает на Латвию, и все налоги заработанной компании остаются в Латвии, а подоходный налог с населения еще остается и в городе. Только можно приветствовать, если компания успешно работает, и пожелаем Дагутовскому автобусному парку не только удержаться на рынке, но и развиваться. И составить конкуренцию, ну, скажем так, иностранным компаниям. Переходим к новой теме. В программе летнего трудоустройства школьников Государственного агентства занятости до начала августа приняли участие около 500 работодателей и более 6000 учащихся. Это школьники, а также студенты специальных профессиональных учебных заведений в возрасте от 15 до 20 лет. И в этом году особую поддержку агентство занятости оказывает работодателям, которые нанимают школьников с инвалидностью. И этим летом их количество составило, имея в виду работодателей, 40 компаний. Виктор, вот на ваш взгляд, эта программа действительно необходима нашему государству? Или все-таки дети приходят, вот мы часто видим, да, вот они подметают улицы, ну, убирают, косят газоны, ну, ничего такого конкретно не делают больше? Ну, обязательно нужна, если государство должно поддерживать такие мероприятия, потому что с точки зрения работодателя просто взять ребенка на работу, так скажем, это определенный все-таки риск и определенные издержки, потому что это неэффективная работа со стороны работника, ну, недостаточно эффективная, сокращенный рабочий день, и масса других, какое-то повышенное внимание нужно отвлекать работников более опытных, которые будут, так сказать, руководить этими молодыми ребятами. То есть есть определенные ресурсы, которые тратит работодатель в данном вопросе, и когда государство это поддерживает, тогда, ну, для работодателя появляется определенный стимул использовать молодых людей, а самим молодым людям, конечно же, им и хочется заработать, и пока они еще не получили никакую-то специальность, им другой возможности, в принципе, устроиться на работу нет. А вот для них, как на ваш взгляд, первично что, возможно заработать, ну, деньги на карманные расходы, да, либо все-таки получить какие-то навыки? Думаю, что первое для них приоритетно, навыки получить, ну, посадки, там, цветов или уборки территорий, наверное, они и так имеют эти навыки. Было бы интереснее, может быть, работать за, управлять какими-то механизмами, или учиться какой-то специализированной профессии, да. Ну, такие возможности, я думаю, ограничены. Ну, вот смотрите, все-таки есть. В рамках этой программы ребятам было предложено, ну, такие специальности, как помощник продавца, ну, благоустройство территории, мы же говорили, помощник на кухне, да, поработать официантом было предложено, даже помощником учителя, ну, такая вакансия и были. Ну, и, конечно, очень много в сельском хозяйстве занятых требуется, как всегда, да. И, кстати, в Далгопилсе большое количество таких ребят на работу взяла наша Далгопилска региональная больница. Очень, очень хорошо. Может быть, среди них потом появятся и будущие медсестры или врачи, кто знает. Как известно, в медицине персонала не хватает, а тут еще и государство помогает. Очень хорошо, что такая программа есть. А Далгопилска или пытается трудоустроить таких ребят? Мы трудоустраиваем молодых людей в летний период, но не по программе государства, а агентства занятости, но по программе местного самоуправления. А что они у вас делают? Ну, у нас, к сожалению, стратегически такое, не то что закрытое предприятие, а важное. Мы, там, так скажем, к тому же мы летом не производим тепло на основных теплотентралях, а только в локальных станциях. Там, которые из них большинство автоматические. Поэтому молодым людям мы можем предложить ту же самую уборку территории либо помощь отделу клиентов, отделу обслуживания клиентов. Больше мы ничего предложить не сможем. Там какие-то помощники инженерам, теплотехникам или электрикам, но это уже к нам приходят на практику молодые люди, которые уже обучаются в профессиональных школах. В любом случае, любая трудовая деятельность начинается с общения. Поэтому коммуникативные навыки обязательно пригодятся и молодым ребятам, и, конечно же, взрослым людям. Переходим к новой теме. С 1 августа в Риге вырос тариф на тепловую энергию. И уже сегодня за подогрев горячей воды рижане платят 51 евро 90 центов за мегаватт-час, что почти на 17% больше, чем прежде. Виктор, у даугупилчан все в порядке будет? Не будет повышения тарифа и будем платить, может быть, еще меньше, чем сегодня. Как? Какая ситуация? На сегодняшний день в городе Даугупилсе самый низкий тариф в Латвии. Это можно посмотреть на нашем сайте, где размещена информация о тарифах многих городов, и больших, и маленьких. Их информация для этого сравнения взята, в свою очередь, из сайта регулятора общественных услуг. То есть это информация официальная, только выраженная в виде диаграммы. И с 1 августа в городе Даугупилсе тариф составляет 44 евро и 59 евроцентов за мегаватт-час. Этот тариф утвержден решением Совета регулятора общественных услуг в апреле этого года. Он действует до 1 октября. А поскольку с 1 октября цена приобретаемого предприятием природного газа, то есть основного топлива, выше, то и тариф, утвержденный выше. И он составляет 48 и 44 евро за мегаватт-час, все равно намного меньше, чем в той же Риге, и в других крупных городах Латвии. Ну и в прошлом году. Чем в прошлом году? Если сравнивать с прошлым году, то я получил предприятие вообще с тарифом 63 евро и 0,1 цент. И хочу отметить работу предприятия в этом направлении, считаю, превосходной. И горд за то, что в Далгопусе наконец-то снова тариф один из самых низких в Латвии. А на ваш взгляд, после реализации многомиллионного проекта по строительству новой котельной, мы с вами перед эфиром уже говорили, что договор должен быть со строительными заключениями в ближайшие дни, как это повлияет на тариф тепловой энергии в Далгопусе? Может быть, мы совсем будем платить немного? Ну, мощность источника тепла, который будет построен по этому проекту, это 30 мегаватт плюс еще 6 за счет экономайзера. Все равно это не вся мощность необходимая Далгопусу в самый, так сказать, большой пик зимой, когда требуется порядка 150 мегаватт. Поэтому определенная доля стабильности наступит, потому что сырье для производства тепла путем сжигания древесной щепы, оно более прогнозируемо по цене, оно более стабильно, чем природный газ, где у нас открыт рынок в Европе, и цена привязана как голубого топлива, так и электроэнергии к биржевым изменениям. А как мы хорошо знаем, что все биржевые, так сказать, индексы меняются не только в зависимости от потребления погоды, но и от всяких геополитических моментов, которые вступают в торговые соревнования Китай, США и Европа. Все это влияет в конечном счете на цену на природный газ, на электричество. Древесная щепа является возобновляемым энергоресурсом, который является побочным продукцией от деревообработки, от лесоразработок. У него цена достаточно стабильная, можно на примере предприятий, которые уже используют этот вид топлива давно, это можно отметить, что в принципе у них на протяжении даже 5-7 лет тариф не менялся, и он в пределах 50 евро плюс-минус 3 евро за мегаватт час. То есть это даст нам определенную долю стабильности тарифа в будущем. На ближайшие годы. Но хочется верить, что так оно и будет, потому что в любом случае потребитель всегда хочет платить меньше. Будем надеяться, что наши желания сбудутся. Всем хорошего вечера, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!